Девушки отдыхают Вылеталышка датчат, горд пристани чечас, плащинья сатыцапилот. Один раз в год деревня Базовая становится самым популярным местом в нашем муниципальном районе. Сюда приезжают тысячи людей, чтобы увидеть главный праздник Печорского района – праздник рыбного пирога Черинянь-Гаш. Но просто так на праздник не попадешь. Вас обязательно похлопают заговоренным березовым венечком, чтобы все беды и проблемы остались за порогом праздника. А когда пересекаете арку, отделяющую обычную жизнь от волшебного действия, обязательно обнимите символ Базовой – мамонтенка. Говорят, хорошая примета. С праздником, здоровья, счастья, благополучия, венечки волшебные у нас. Организаторы мероприятия задействовали огромную территорию, практически всю Базовую и окружающие ее берега реки. Каждый кусочек – это отдельная тематическая поляна. Первая сразу у входа называется экологическая. Здесь вас встречают и леши, и кикиморы, и русалки. Ответишь правильно на их вопросы – получишь заветный жетончик. Какую птицу выбрали? Птицы года. Птица года? Да, ладно. Я вам показываю. Российского масштаба, ребята. Питух. Я вам даже ее показываю. Ну-ка, охотники, ребята, задают. Ребята, ну-ка, 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 смотрите. Соколы, не реки. Нет, не соколы. Говорите, это клёст. Не клёст. Это птица-черный стриж. Эта птичка – одна из лучших летунов среди птиц. Большую часть жизни он проводит в воздухе и может пролетать в день до 1800 километров. Задания разные. Тут и загадки, тут и игры. То есть и для взрослых, и для детей. Ну и, конечно, тут познавательные элементы. Мы вот рассказали про цикл годовой. То есть несём библиотечную информацию, конечно же, чтобы люди знали, любили наш край, природу. Экологическая поляна – это организовывает наша библиотечная система. А конкретно, конечно же, это 17-й филиал. Это наш экологический филиал, который занимается этой работой. А дальше семейная поляна. Будете в Базовой, обязательно попробуйте оладушки, которые печёт хозяйка поляны Надежда Васильевна. И морс у неё исключительно вкусный. Вроде бы известные продукты, а результат потрясающий. Кипятим воду, кладём клюкву, сахар и, пожалуйста, морс. Её надо перекипятить. Ну, обязательно она закипит и потом сцедить ягоды. И получается морс. А ещё гостей праздника удивляло семейное подворье. Ну, где ещё можно погладить живого оленёнка? Далее мастеровая поляна. Какие только виды рукоделия тут не представлены. И вязание, и вышивка, и лепка. Малышка, мылышка, как ты рыбь, опакуем нёль, опакуем нёль. Сыкишка, сыкишка, нё кодэс. Эткэнэн нэ коль, эткэнэн нэ коль. Энны дезмы, энны дезмы, нё кодэс. Сэмэн ваш даваш, сэмэн ваш даваш. Сывы с нами, сывы с нами, бидэныш. Бырлэсэш кэгаж, бырлэсэш кэгаж. А на этой поляне, ярмарочной, на длинных столах были выставлены блюда, характерные для того или иного села Печорского района. Продукты вроде бы одинаковые, а пироги получаются разные. У каждой мастерицы свои секреты. Сыкишка, сыкишка, нё кодэс, нё коронэ віт. Нё коронэ віт, мы тэн колэ, мы тэн колэ вэчасны. Сэмэн налэшу, сэмэн налэшу, чо мэй бэрэй, чо мэй бэрэй, нэ мэй, шо гэ дозэсу, шо гэ дозэсу. Вот это шаньги. Делается тоненькая корочка, тонкая жарной муки. Потом варю пшёнку, добавляю яйцо, по вкусу соль, ну и всё это, и сахар немного, и сметану. И наверх кладу и пеку. Также делаются шаньги картофельные можно сделать. А это колобки. Пора поставиться вечером, утром пеку. Вот они какие пышные, вкусные получаются. Картофельные шаньги также. А это вот простой пирог называется. Всегда на праздник пекли. Вот корка сделается, тоненькая корка, чтобы она тонкая была. И вот на неё кладётся тесто. Вечером поставишь, утром уже печёшь. Рыбный пирог – это тоже жарной муки корка. Сделаешь, и потом рыбу положишь и печёшь, обычно как делаешь. Это солёная рыба. Свежая рыба, конечно, вкуснее получается, но свежая нету. А это вот у нас всегда делали напоминки такое. Тоже вот корку сделаешь, варишь рис, ещё смоешь, положишь яйцо, обязательно изюм и печёшь. И, пожалуйста, своих покойников вспоминаешь, родителей. А эта поляна историческая, уникальная возможность почувствовать себя настоящим археологом. Кинуть дротики и завалить лося, а ещё погладить огромного мамонта. Мамонты вообще очень крупные животные. Самцы, они гораздо крупнее, чем самки. У них даже бивни устроены несколько по-иному. Если у самцов они загибаются вовнутрь, вверху и вовнутрь, то у самок они более крупные. У самцов длина бивни приблизительно, у самок, может быть, даже до 4,5 метров. А масса до 110 килограмм. Это гораздо крупнее, чем, например, бивни у современных слонов. Мамонты – это более крупные животные. И шкура мамонтов очень толстая. Шерсть была очень длинная. Вот, например, в холке она достигала до метра. И мамонт выглядел, как такая целая гора. А на обрядовой поляне ждали дорогих гостей. Молодожёны Ирина и Артём наверняка запомнят этот день. На их свадьбе было не меньше тысячи гостей. Музыка Музыка А эта поляна называлась «Клёвое место». Здесь рыбаков ждал хозяин рыбацкого стана Агафан Семёнович. Рыбная поляна, она разделяется на две. На «Клёвое место» и на «Рыбное место». Вот «Рыбное место» – это и есть та поляна, которой занимаюсь я. Здесь мы сделали антураж, атмосферу рыбацкого стана. И я являюсь хозяином этого рыбного места. Зовут меня Агафан Семёнович. Так звали моего прадеда, поэтому честь его я себя и назвал так. И ко мне должны прийти были мастерицы за рыбой. Когда я им позволил рыбу достать из реки Сети, достать рыбу для пирога, тут встрял Вань Вауса. Вауса – это водяной, коми водяной, который стал ругаться на женщин. По вериям коми, женщины не имеют права дотрагиваться даже до рыбацких снастей, а не то, что уж заниматься рыбалкой. Но мастерицы задобрили его сладкой водичкой, хлебушком задобрили его. Они похлестали немножко его веничком. Он подобрел и разрешил рыбу из реки достать. Но не мастерицам, а их помощникам. А помощниками были мужчины и парни. Они достали рыбу, и тут хотели они уйти с рыбы. А нет, Вань Вауса-то добрый, а я-то хозяйственный. И сказал, ну-ка, давай-ка, кто как умеет рыбу чистить, как умеет их приготовить. И объявили конкурс, кто быстрее почистить и качественнее почистить рыбу. С этим совсем мастерицы справились. И тут мы их с Вань Ваусом отправили на следующую поляну. Потом, когда они ушли, здесь мы организовали конкурс смолений, конопатки лодки, разведение костров, подготовить огнище. И две были команды. Вот эти команды потом разыгрывали жетон на получение приза рыбного пирога. А им оказался мой тезка, мой троюродный племянник Николай Чупров. Каждый гость праздника мог принять участие в работе поляны и получить приз – жетон в виде рыбки, который в конце праздника давал право на кусок рыбного пирога, изготовленного мастерицами муниципального района. Чтобы изготовить свой фирменный рыбный пирог, хозяйки собирали ингредиенты, выполняя задания на полянах. А уже собрав все необходимые продукты, прямо на глазах гостей праздника провели свои уникальные мастер-классы. Ну, практически охвачен весь Печорский район. Даже Каджиром подъехал, Путеец, то есть подъехали даже крупные такие поселки и городского типа тоже принимать участие в нашем конкурсе. И село Соколова, если брать по реке, и сама деревня Бызовая. То есть практически участницы и с коми сел тоже принимают участие в нашем празднике. 90% того, что мы выполнили то, все, что задумано, потому что предстоит огромная работа. Праздник у нас молодой, праздник у три года. Мы очень надеемся на то, что республика нас поддержит в этом вопросе, нам немножечко в плане в этом будет легче продвигать свой продукт. Также на уровне и республики мы хотим не останавливаться только на местном уровне, мы хотим идти дальше и завоевывать как республиканский, так и российский рынок, ну, возможно, даже международный с нашим праздником. Ну, впечатление хорошее, мне нравится, что вся территория, место задействовано в празднике, что люди очень много ходят, передвигаются, что много разных площадок работают, такой, придают празднику интерактивность и особую, такую, вовлеченность местных жителей в праздник сам. Ну, мне во всяком случае нравится, что здесь ясная концепция, вот эта гастрономическая тема рыбы обыгрывается во всех вариантов, потому что мне кажется, что, ну, правильный такой шаг начинать с еды, с местной, аутентичной, она востребована со стороны, в общем, как и жителей, так и туристов, и вот я как руководитель агентства по туризму считаю, что это важная вещь. Плюс все-таки здесь река Печора и рыбная тема для этого места действительно является сильной, поэтому вот этим вы и отличаетесь, мне кажется, сейчас. Ну, вообще в этом, у этой территории очень хорошие перспективы, потому что Печора, вообще река Печора является таким маршрутом туристическим для туристов, потенциальным, и здесь точка старта этого маршрута как вверх по Печоре, так и вниз по Печоре, поэтому я считаю, что развитие инфраструктуры повлечет, собственно, развитие экономического, экономики этого места. То есть чем больше здесь появится возможности пожить, отдохнуть, разместиться туристам, тем больше здесь людей будет останавливаться для разных видов туризма, как для рекреационного отдыха, так и для рыбалки, для охоты, для сбора грибов, ягод, места для всего здесь есть. Мы как раз смотрим, и я смотрю с точки зрения, как это развивать, и однозначно вот все люди, которые здесь представляют свою продукцию, частники, их нужно доводить до возможности, чтобы они на этом зарабатывали. Допустим, вот они предлагают чай уникальный местный, они должны его еще и продавать, они должны зарабатывать от этого праздника, чтобы им было выгодно. Ну и понятно, что у гостей должна быть возможность что-то отсюда увезти. Ну, не только попробовать здесь, но и увезти отсюда. Это вот зона развития, которую мы сейчас активно обсуждаем. Ну и многие вещи, связанные, допустим, с коммерциализацией вот этой площадки, обсуждаем, как оформлять инфраструктуру видовой площадки, какой ресторан, какой музей, какое пространство здесь заделать. То есть это тоже мы все обсуждаем. К завершению дня рыбного пирога на сцене Народной Поляны прошло вручение призов победителям конкурсной программы по рыбной ловле и приготовлению лучшего рыбного пирога. Мы уехали в Сыктывкар, но такой праздник, как любимый Печория, я не могу пропустить. И потому официальная версия была окучивать картошку, а не официальная версия нагулять на рыбном пироге. Потому что, ну действительно, в нашем городе очень много талантливых людей. Вы посмотрите, какие красивые наряда ходят, какие красивые вещи делают. Понимаете, такие улыбчивые какие все. И природа, спасибо, сегодня такая замечательная. Хочется пожелать любимой Печоре, чтобы они процветали всегда, всегда все были здоровые. И чтобы вот такие же праздники продолжались еще долго и долго. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ